Команда Воря и Кжельского института Мы играли золотой матч, как написано в положении. В результате золотой матч выиграли команда Воря. Основные игры прошли в очень упорной борьбе. Я могу сказать, Волков с Монастыревым сыграли со счетом 2-1, победил Монастырев. Причем третья партия была со счетом 23-21. Дальше выиграл вторую игру Мерзеленьким команда Кжель со счетом 2-0. Но тоже из трех партий в упорной борьбе. Женщины тоже не отстали. Поликарпова и Боровкова упорно в трех сетах сыграли. И оказалось сильнее Боровкова. Ну, а пары Мексты, они всегда, эти команды проходят в упорной борьбе. Они поделились в результате. Со счетом у нас, как получается, 2-2 поровну. Женщины выиграли. Мужчины сыграли ровно 1-1. И Мексты разделились 1-1. И по жеребью и по выбору капитанов команд, в результате из пяти категорий жеребий пал на Мекст. В смешанном разряде выступали от Вори. Была выставлена сильнейшая, с их точки зрения, игроки. Это Монастырёв и Гончаренко. Да, золотой матч. А со стороны Кжельского института Авдошин Хлебутина. Масть прошла в очень упорной борьбе. И счет говорит об этом. Первую партию выиграли Авдошин Хлебутина, 21-18. Вторую партию выиграли Монастырёв и Гончаренко, 21-16. Ну, а финальные, как традиционно, до последнего Волана. Счет 21-19 одержали Монастырёв и Гончаренко. Ну, что можно сказать вообще о чемпионате? Чемпионат прошел. Прошел в упорной борьбе. Ну, по количеству команд, к сожалению, в этом году оказалось меньше, чем в прошлых и позапрошлых чемпионатах. В результате турнира, проведенного окончания, там по обеду одержала команда «Вори». У нее она набрала 20 очков. Команда Жельского института – 17. Команда «Балашки» – 9. И команда «Дубны» – 2 очка. Впервые вот 2 очка у нас команда «Дубны». Отличие вовсо. Она, наверное, у нас будет расти и расти вперед. Ну, чемпионами стали, как я говорил, что команда «Вори». Вторыми ставил Кжельский институт. Ну, а третий одержал команда «Балашки». Кстати говоря, это не говорит о том, что у них очков меньше. Все игры, проведенные с основными своими соперниками, они провели в очень уборной борьбе. В основном все игры из трех партий. Ну, что хочется пожелать, что пятый чемпионат у нас пройдет, я думаю, и команд будет побольше. Было бы очень неплохо количество команд больших и слабых команд, и сильных команд. Там мы могли бы разделить на две группы или на две зоны. Команды «А» и «Б». И было бы удобно и интересно играть всем игрокам. Ну, что вы можете пожелать? Прожелать хочется, что? По обучению мастерства, искать женщин в команде. Это основной бич, чего не хватает. Ну, и более ответственно относиться к играм. Хотя, как говорится, относиться к играм, как я говорил, очень ответственно, потому что все игралось из трех партий. Сезон только что завершился, а есть ли какие-то планы на будущее по старту, то есть в наметке осень? Я думаю, по старту надо будет положение сформировать где-то к сентябрю. В основном, я думаю, это положение останется. Может, какие-то там тонкости, детали, потому что он оказался работоспособным. Много плюсов в этом есть. И начать, наверное, чемпионат где-то там в конце октября, в начале ноября. Вот так. Ну, а всем пожелаю, как говорится, успехов в турнирах, дальнейших побед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!